да вот хороший комментарий она пишет я боюсь оказаться той самой сумасшедшей мамашей с двумя детьми в церкви поэтому ходим в храм редко как познакомить детей с церковной жизни можно ли приходить не на всю службу нам она полчаса на час она конечно вам можно приходить с детьми когда нету службы чтобы с детьми прийти показать им как ставить свечки а может быть дать попить святой воды дать скушать проспорку то есть как-то детям же нравится играть что-то делать и вот мы их вовлекаем таким образом в церковную жизнь личным примером показываем что мы делаем как мы крестимся как мы прикладываемся к иконам как мы молимся для ребенка это будет интересно и кроме того действительно можно приходить не на всю службу вам надо поговорить со священником вашем храме попросить благословения чтобы приходить чуть попозже очень часто в храмах начинается служба утром 8 40 литургия и часто чтобы успеть причаститься можно в храм прийти но где-нибудь в 10 в 9 40 минут за 20 за 30 до причастия но надо уточнять каждого храме по-своему потому что где-то служит быстрее где-то служит дольше вот и я думаю что если дети ваши будут приходить в храм и вы будете говорить что это церковь что здесь не надо кричать не надо бегать они постепенно будут к этому привыкать и будут себя вести как положено а если конечно детям не говорить ничего то они откуда будут знать что надо вести себя как-то иначе они себя ведут как дикари понимаете им никто ничего не говорила они бегают прыгают кричат потому что они думают что ну так можно наверное на улице же можно так делать в храме нельзя проблема в том что мамы сами не хотят ничего говорить да они сами стоят болтают вместо того чтобы слушать молитвы идет евхаристический канон самая главная служба они болтают обсуждают у кого какое платье кто как куда-то там съездил отдохнуть понимаете вот здесь проблема в отношении человека если человек адекватный нормальный то проблема не будет а если конечно человек неадекватный тогда чушь с него взять ну тут терпеть приходится понимаете больные люди тоже храм приходят мы всех терпим всех принимаем с любой ну что сделал есть духовно больные люди никуда от этого не денешься